Привет, друзья! С вами Акер Механик. Сегодня расскажу, что нужно делать, когда вы доустановили заводское штатное оборудование. Как его прописать в системе, и только после этого вы сможете сделать адаптацию блока под свои нужды. То есть, блоки дополнительного оборудования, так называемый ГТВ, это 19-й блок, диагностический интерфейс шин данных. В каждом автомобиле запрограммирована своя номенклатура и список оборудований, которые могут стоять на этом автомобиле. То есть, вы вот его открываете, когда вы уже подсоединили свое оборудование, это может быть автономный отопитель, воздушный отопитель, какие-то блоки траектории, блоки камер задней, неважно, все что угодно. Но вы должны точно быть уверены, что ваш автомобиль вообще поддерживает данное оборудование. Неважно даже, стоит он, стоял ли он на других таких же автомобилях или нет. То есть, ваш блок ГТВ должен поддерживать это оборудование. Они бывают разные, или прошивки бывают разные. Вот вы открываете список оборудований и смотрите. И вы должны найти в этом списке свой блок. Он не появится в установив его. Просто вы должны его найти в этом списке свой блок. Если вы его нашли, например, камера заднего вида, или там, акустическая система с усилителем, вы ставите галочку, нажимаете сохранить. После этого у вас в системе пропишется ваш новый блок. И он появится вот здесь. Только после этого надо перезагрузить машину. То есть, отключить Васю диагност, выключить зажигание. И опять все подключить. После этого у вас появится вот здесь в общем списке, что установлено. Ваш блок новый. Какой-то там, например, акустическая система. И только после этого вы сможете заниматься его кодированием, адаптациями, конкретно под ваш автомобиль. Продолживаю еще некоторые нюансы. Дорогие друзья, не все блоки поддерживают длинное кодирование и адаптацию. Они поддерживают некоторые только правильное подключение и его наличие просто. То есть, там уже записаны какие-то параметры, которые нельзя изменить. Либо это требует только заводской настройщик. То есть, должен быть код доступа, пароль, который, ну, как правило, неизвестен. Даже дилеру. Потому что все эти пароли вводятся автоматически при подключении дилерского сканера и онлайн. Они просто запрашивают без всякого пароля этот блок и все. Далее. Вот, когда вы что-то поставили, да, у вас, например, будут какие-то ошибки. Ну, например, там, магнитолу, да, вы поставили новую, штатную, другую, да, там. Поменяли ее с навигацией или нет. Вот. Если что-то нужно дополнительно ее кодировать и адаптировать, то у вас, естественно, кладка будет активна. И вы можете входить в нее и уже менять какие-то параметры, что под конкретно ваше оборудование. Вот. Канал адаптации тут, как правило, особо не требуется. Добавлю проблок управления бортовой сети. Как бы все не было прекрасно при включении и выключении каких-то функций здесь, да. То есть, хочу вас предостеречь. При кодировании, при кодировании. Вот, 18-й байт. Хочу вам сразу сказать. Перепрограммирование 18-го байта может быть лечебно для вас. При неправильной кодировке. И бывают случаи, что в этом байте при изменении параметров и когда вы неправильно потом проставили нужные величины, вернуть обратно может быть невозможно. или блок просто бортовой сети начнет глючить, начнут мигать фары, стробоскопить или еще что-нибудь. Поэтому рекомендую вам вот эти вещи все делать на свой страх и риск. Либо быть на 100% уверены, что ваш блок поддерживает данное кодирование и вы не нарушите его, скажем так, внутреннюю работу его параметров. Как правило, в 18-м байте кодируются фары под ксенон и тонкий на контроль ламп по мощности ламп, так как ксеноновые лампы по мощности отличаются. Вот все, что сегодня хотел я вам рассказать. Кому понравилось видео, ставьте лайк, задавайте свои вопросы, комментируйте. С вами был Акер Механик. Всем спасибо. Всем пока.